Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Смотрите, ну, вот, чтобы подсказать вам пути решения, да, вашей ситуации и пути выхода из, собственно, того круга, в котором вы оказались, вот, необходимо всё-таки, наверное, личная беседа, необходимо всё-таки, наверное, как-то с вами пообщаться непосредственно, потому что здесь важно не столько обстоятельства, которые действительно могут происходить с людьми. Здесь важно всё же то, как вы себя позиционируете. Вот. Здесь важно то, насколько вам важно то, что вы делаете, понимаете? То есть, грубо говоря, человек, который, к примеру, к примеру, хочет заниматься, ну, допустим, рукоделием, да, который работал с швеей, да, такой человек, он всегда найдёт способ, всегда найдёт способ, чтобы этим заниматься, всегда найдёт способ. Вот. И, мне кажется, что делать здесь не только и не столько в том, что вы не можете, вот, совершить, реализовать задуманное, сколько в вашем отношении к этому самому задуманному. то есть, вы говорите, например, например, вы говорите, вот, у меня сократились работы, я, к сокращению, отнёсся спокойно, потому что сам собирался искать работу получше. Ну, так, если вы собирались искать работу получше, если вы собирались искать работу получше, значит, с одной стороны, вам не нравилось то место, где вы работали, с другой стороны, очевидно, что то, чем вы занимаетесь, вас, ну, вообще не, собственно, привлекает. Да, да? То есть, нет никакого, условно, дела всей вашей жизни. Это звучит немножко пафосно, но, тем не менее, такое вот дело, которое, как бы, красные нити проходят через всю вашу жизнь. То есть, вы можете заниматься чем-то одним, можете заниматься чем-то другим, но, правда в том, что, правда в том, что, правда в том, что, правда в том, что, ну, от этого, от этого дела вы никуда не уйдёте, от этого дела вы никуда не отойдёте, Ну, понятно, да? Вот, и вы этим делом занимаетесь, а тут как бы, тут этого нет, в дальнем случае этого нет. И это первый такой звоночек. Опять же, терпели работу там, которая вам не нравилась и прочее. То есть, вот, из отношения к тому, что вы делаете, из отношения к себе, из отношения к своим ценностям, из отношения к собственной реализации, и складывается то, что с вами происходит в дальнейшем. Потому что, когда вы говорите, что я устал искать, ну, устал бороться и так далее, вы же говорите о том, что ваше дело теряет для вас ценность. Но, если дело по-настоящему ценно, то человек практически всегда может заниматься этим делом прямо здесь и сейчас. Всегда, почти. Вот, здесь и сейчас. А вы, вы, такое ощущение, что этим не занимаетесь, вы не можете заниматься этим делом здесь и сейчас. Вот. И выникает вопрос об истинности того, чем вы хотите выниматься. Выникает вопрос об, ну, о том, насколько это вот действительно для вас важно, да? Вот такая, в принципе, история. И вот эти вот такие достаточно тонкие, деликатные моменты, которые составляют суть вашего, вашего жизненного пути. Ага. И нужно разбираться. Понимаете? Понимаете? Вот. Как это вводится? Обычно, правда, где-то посередине, да? То есть, например, вот сокрасили вас неслучайно, тоже устроились на другую работу и, соответственно, офис приехал туда, куда вам добираться неудобно. Ну, скорее всего, тоже случайно. Вот. А с отцом, ну, тут всё зависит от того, какая болезнь и так далее. Вот. Ага. Что касается того, что сломали ногу, здесь вряд ли случайно, но ничего мифических здесь нет. Там, в самом деле, это ваша неосторожность, неосторожность. С другой стороны, вы, может быть, и случайно начинаете, то есть, как бы, где-то вот посередине истины, она, ну, действительно, она вот посередине, то есть, что-то действительно случается, как совпадение, а что-то происходит вследствие ваших действий. Но основной момент в том, что вы устали. То есть, если человек вот встаёт, к чему-то стремится, значит, вероятно, это не его сознание, точнее, подсознание таким образом, а показывает, что, вероятно, человек может смотреть в другую сторону, в сторону чего-то такого более доступного, я имею в виду здесь и сейчас, опять же, вот, чтобы иметь возможность реализовываться. Такая вот история. Поэтому мне сложно представить себе, как вы видите, помощь специалистов, да, как вы видите, помощь психологов, например, вот, значит, с вашей проблемой и через формат вопрос-ответ такого типа. То есть, не общаясь с вами, не раскрывая вас, да, не изучив вашей биографии, мне сложно, мне сложно представить, какой, как вы видите помощь, да, то есть, какой вы видите помощь эту. То есть, вы думаете, что вам кто-то сейчас подсказывает, как вот нужно действовать, вам думаете, что вам кто-то просто поступает так и всё, и у тебя все будет как-то, нет, так не работает. То есть, вы определитесь, вот, какой помощи и как вы хотели бы работать с психологом, да, вот, определитесь до конца с мистикой, потому что мистическая составляющая, она тоже является очень важным моментом, потому что, с точки зрения психологии, например, с точки зрения психологии, мистика, мистические нерациональные представления, они, на мой взгляд, являются следствием того, что человек не хочет нести личную ответственность за то, что, ну, вот, за то, что произошло, за то, что происходит с ним. Ему проще свалить всё на мистику, да, чем пытаться разобраться в ситуации, вот. Поэтому здесь исключительно вот такая история, я надеюсь, что это было вам полезно. Вы можете, вы можете написать, знаете, автобиографию свою, вот как вариант, вам мой коллега Кудрышёв Игорь Леонидович сказал про сценарий, вот, который называется «А ну-ка жизнь, дай мне пинка», вот. И вам важно увидеть, вот, увидеть те сценарные паттерны, которые у вас есть, которые встречаются, повторяются и проще постараются, в принципе, они так же, как и ситуация в вашей жизни. Вот, важно эти паттерны увидеть, и как только вы увидите их, я думаю, что вы легко сможете свою ситуацию поменять. Вот, ну, что, конечно, могут быть трудности, но вместе с психологом вы эти трудности преодолеете. Вот, поэтому изучите возможность для себя написать автобиографию, вот, начните её писать, а после с психологом, я полагаю, можно её будет разобрать. То есть пишите прям с самого раннего детства, ну, то есть вот с самых ранних лет каких, которые вы помните, начинаете писать и старайтесь написать просто всё, всё, что придёт в голову. Если что-то забыли, если что-то не помните, ничего страшного, переходите к там ещё помните, не волнуйтесь, потом вернётесь и допишите то, что не вспомнят. Вот, то есть страшного абсолютно ничего нет в том, что вы там чего-то не помните. Вот, я уверен, что очень быстро вам станет, ясна, причины, то есть, ну, как происходит. Человек, например, пишет автобиографию, вот, кто-то это часто тянет на полноценную книгу, вот. Человек пишет автобиографию, значит, он её пишет, потом он её пересчитывает и хватается просто за голову того вообще, что он делал и что вообще происходило. Вот, и очень, в принципе, довольно легко после этого выявить какие-то определённые законодательности, потому что человеческое поведение, оно напоминает себе спирал по своему движению, да, то есть это такая вот циклическо поднимающаяся, опускающаяся линию, да, вот, которая имеет, соответственно, своё начало и конец, ну, спираль. Ну, достаточно просто увидеть вам эту спираль, и я думаю, что всё будет, ну, более чем понятно. Вот, единственное, что настораживает, это вот про чёрную полосу, о которой вы говорите. Чёрная полоса, это всё-таки больше про какой-то сглаз, это всё-таки больше про порш, это всё-таки больше про эзотерку. Поэтому вы определитесь, пожалуйста, о какой помощи вы хотите, да, психологической или эзотерической, соответственно. Вот, если психологическая, то чёрную полосу стоит убрать. Вот, у любого циранного поведения есть своя вторичная выгода, ради которой, собственно, всё это происходит. И, ну, нужно разбирать, нужно разбирать то, какова, какова ваша, вот, вторичная выгода от того, что вы делаете. Ну, от того, как вы поступаете. Вот, такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешёт.